привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня в него тут подогнали в гостили друзья свежей рыбкой это так называемая летняя кита ну так себе рыба по вкусу осенний здорово уступает она и не крупная как видите но из нее тоже можно кое-что приготовить интересно и сегодня хочу предложить такой интересный рецепт у нас называется это блюдо из красной рыбы под названием всегда ну и для этого понадобится рыба я ее уже роста разделал чтобы затягивать видео подрезал с нее плавники тёшу срезал остались вот такие спинки что нам нужно с ней сделать дальше переворачиваем ее и теперь нам нужно взять ее эту рыбку положить вот так вот на спинку и разрезать по всей длине смотрите рыбку можете взять любую не обязательно чтобы это было там красная там ничего желательно чтобы она было без костей при всей его и любви к судаку подойдет и судак и режем рыбку вот на такие полосы примерно около тут два сантиметра 2 на 2 сантиметра старайтесь сделать их одинаково чтобы они у нас в результате просолились и провязывались примерно в одно время но и другой стороны в лапшу тоже не крошите а то высохнет не будет просто чипсы вот видите какие хорошие кусочки рыбка мёрзлая но пока тут у клайка будет оставать она маленько отойдет эту шаг бросим кусок короче получается с такой тушки три полоски рыбы разделываем ее вот на такие шматье почему всегда не знаю это на 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 иском каком-то на речи все это обозначает я вам сказать не могу честно слово я выбрать и смотрел есть похожие рецепты делают так скумбрию солья но это маленько не то получится хотя можно делать конечно из косточки попались маленько плохо срезал плавничок подрежем потом отходы все вот осенью когда наши тут солит рыбу они засаливают ваннами все все и пора сделал да вся рыбка разделана на полоски вот такие это маленько корявенько но руки растут не оттуда куда надо так что извиняйте это выбросим сейчас одно все рыбка разделать от продолжим придем самым интересным будем делать тузлук литры так друзья здесь кастрюльки у меня кипит ровно полтора литра воды на полтора литра воды нам потребуется 6 столовых ложек соли крупной я беру крупного можете эту звука и взять и мелкую да не не так принципиально я думаю даже что звук это не засовывает 3 6 готова закинули 5 ложек соли берем сахар и закидываем туда ой 6 ложек соли 6 ложек крупной соли и 6 ложек столовых сахар не коробился со счета 3 дальше берем 3456 лавровых листов закидываем туда и ребят 4 4 пакетика черного чаю берите хороший чай какую-нибудь да да именно чай заварка так и сейчас накрошен туда еще свеженького молотого перчику для аромата любите какие-то рыбные приправки добавьте ну туда я думаю больше ничего и не нужно надо добавлять завариваем такой вот чай солено сладкий с травками можете если любите гвоздичку добавьте туда зубчик гвоздики лишним не будет все выключаем плиту даем этому сидел всему делу остыть и настояться минут двадцать-тридцать и на часа стыни и мы к нему вернемся не переключайтесь ну вот друзья тут звучок полностью остыл холодный сейчас вот нам нужно из него извлечь пакетики с чаем видеть кого цветом стал насыщенного не туда добавил пару гвоздиков глазики еще и цепанол немного кориандра для аромата что-то так подумал почему нет пусть будет ароматный звук в этот раз вот все это мы убираем оставляем в обрушечку гвоздичку там все друг холодных комнатной температуры а теперь укладываем в него нашу порезанную рыбку атаку своими почему нашим солят в ваннах потому что она там помещается много и надо так не скручивается это ничего страшного здесь у меня примерно пару килограммов рыбы для этого объема достаточно поролит это звука видите все поместилось сейчас я придавлю тарелочкой и убираю в холодильник на три дня убирайте в холод обязательно потому что это жара рыба вас просто спустится можно раз там сутки и и маленько перевернуть местами этого шума на равномернее просаливалась до старых холодильника красок по пунктали и перевернули уложили опять ждем три дня потом будем верить посмотрим что получится окно вот друзья наша рыбка полоска рыбные просолились звук и снег слил теперь вопросных разложите на год на решетку чтобы она у нас стекла чуть-чуть пару часик она на постоит стечет затем я оботрую ее бумажными полотенцами и повешен на веревочках на балкон подсыхать думаете пока все понятно да это получится я вам покажу рыбка стала упругая плотная видать из-за чая не знаю из-за чего очень здорово и пахнет обалденно вкусно специи дают не зря это было затеянное думаю будет здорово так что смотрите продолжение выйти что получилось на выходе такая решетка есть у всех в этой духовке погляните куда наверняка такую найдете штуку и все не переключайтесь ждите продолжение рыбка наконец-то заверивать погода у нас подвела долго долго велась не помню сколько дней на дне 10 там можно по камере будет посмотреть под этом сколько ушло на процесс вяливания ли вя линия этой рыбы вот смотрите что получилось на выходе наконец-то носу подошло как надо вот такая рыбка меня получилось обратите внимание на цвет рыба не копченая просто вяленая я ее не копки посмотрите какая она плотная я пытаюсь маленько раздавить парк не получается видимо чая есть это дубильные вещества и на такая приобретая такие свойства пахнет круто же я вам под пиво будет запуска мировая давайте разрежем посмотрим что внутри как режет ее нож вот так вот так нож острый на прорезает ее очень тяжело на пугая такая поставок из-за того что она началась в чай совсем не похожа на простую просто на обычную вяленую рыбам она и по вкусу на нее не похоже на уж мне тяжело вам рассказать как это на что похоже надо пробовать вот такая вот вкуснотища внутри его смотрите видеть какой цвет очень сильно похоже на копченая даже как бы дым на это были и летовой но все пожалуй что вам чувствовать про это рыбка это получилось на свал рецепт отличный я вам прям рекомендую попробовать у кого есть возможность доступ красной рыбе сейчас началась начался сезон горбуши летники ты и наши дальневосточники у кого есть возможность ребят попробуйте не пожалеете рыбка просто огонь сентябре будет пойдет осеннее китае сделалось хорошую рыбу побольше сразу на зиму на это я сейчас заверну в газету в бумагу вощенную для выпекания замотает полиэтилен и заброшу морозилочку после же когда надо это стал любое время порезал и попили покушали вкусно не знаю видно на камеру нет но из нее рыба летняя и не очень хорошего качества они жирная суховатая ну тут все равно какой-то маленький маринка жирок проблескивает на это не заканчиваю свое видео рыбку если сделаете попробуйте уверяю вас интересный рецепт интересный вкус стоит очень попросить оба один раз я же буду делать осенью обязательно и сделал побольше сразу мне понравилось необычно интересно вкусно самое главное вкусно ну все ребят на этом я закончу это видео всем понравилось ставьте пальцы вверх кому не понравилось обязательно ставьте пальцы вниз но самое главное пишите свои комментарии у кому-то что-то непонятно если вдруг я обязательно вам отвечу можем что-то подскажу подписывайтесь нажимайте колокольчик не пропустите мои новые видео там еще на подходе парочку интересных рецептов рецепты снимаются долго поэтому не все сразу ну а так все всем пока всем до встречи новых видео до встречи новых встреч